Обеспечить безопасность Арктики. Второй день международной конференции посвятили в том числе экологии в регионе. Разведывать и добывать. Запасов нефти в НАО хватит и на 22 век. В центре внимания. На Госкомиссии по Арктике обсудили инфраструктурное развитие макрорегиона. С главными событиями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. В Наринмаре завершилась Арктическая конференция. Главной темой второго дня стало освоение месторождения арктического шельфа, углеводородный потенциал округа и экологическая безопасность при разработке нефтяных месторождений в Арктике. Напомню, в конференции приняли участие 135 человек, среди которых представители органов власти, научные организации, недропользователи, работающие на территории округа. Хрупкий экологический баланс региона предъявляет особые требования к работе на арктическом шельфе. Экологическая безопасность стала главной темой пленарного заседания. Один из рассматриваемых докладов касался использования попутного нефтяного газа для целей рыболовства в Ненецком округе. Уникальный проект представил генеральный менеджер норвежской компании «Акваплан Нева» Александр Бамбуляк. Вода освобождается с температурой 15 градусов, вода, которая забирается в море или с реками температурой, как правило, около 9-10 градусов, оптимальная температура для выращивания семги – 14 градусов. Просто через теплообменник тепло передается воде, которая используется для выращивания рыбы, и темпы роста рыбы увеличиваются. Александр Бамбуляк уверен, у Ненецкого округа есть все возможности применить эту уникальную разработку. «Где достаточные объемы, как мы предполагаем, попутывание нефтяного газа сжигается на факелах, наверное, это может иметь смысл, особенно в тех районах, где есть и источник энергии дешевых, и источник водоснабжения для выращивания рыбы там же на месте. Но и с точки зрения даже компенсационных мероприятий выращивания рыбы для зарыбления водоемов, восстановления – это тоже один из элементов, который может быть реализован». Кстати, опытом успешной реализации аналогичного проекта на пленарном заседании поделилась компания «Газпромнефтшельф». Это первая компания, которая начала добычу углеводородов в российской Арктике при разработке приразломного месторождения. Особое же место среди природоохранных мероприятий «Газпромнефтшельфа» занимает восстановление морских биоресурсов. В частности, выпуск в естественные водоемы северного рыбохозяйственного бассейна «Мальков атлантического лосося». Вот так с воздуха выглядит центр по воспроизводству ценных пород рыб. Платформа «Приразломна» – не единственный пример грамотного опыта взаимодействия Фонда дикой природы и предприятий нефтегазового комплекса. Я сегодня рассказывал о том, как мы работаем с «Ямал-СПГ». Компания утвердила у себя корпоративную стратегию по сохранению одного из редких видов – «Атлантический морж». Рассказал о том позитивном опыте, потому что зачастую общественные организации не всегда выступают с резкой критикой деятельности нефтяных компаний. Но мне хотелось осветить то, что помимо критики имеются и достойные примеры, которые мы можем тиражировать и показывать пример другим компаниям, как можно взаимодействовать, как можно работать. В пленарном заседании также прозвучал доклад по мониторингу технологий рекультивации и переработки нефтеотходов в условиях Нинецкого округа. После пленарного заседания состоялось обсуждение резолюции конференции, которая консолидирует точки зрения экспертного научного сообщества, недропользователей и органов власти. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Запасов нефти в НАО хватит минимум на 50 лет. Об этом на Международной научно-практической конференции «Евро Арктика» рассказал вице-губернатор Олег Белак. По его словам, в настоящий момент необходимо активнее исследовать белые пятна на карте региона и переводить ресурсы в запасы, подготовленные для освоения. В 2009 году в НАО был достигнут пик годовой добычи – почти 19 миллионов тонн, а в период с 2010 по 2013 годы наблюдалось снижение добычи. Положительная динамика наметилась только по итогам 2014 года, и уровня шестилетней давности удастся достигнуть теперь к 2019 году. А судя по тому, что одна из компаний продлила срок действия лицензии до 2182 года, отметил Олег Белак, нефти в Ненецкого округа хватит еще на 22 век. Речь идет о Черпаюцком месторождении на вале Гамбурцево. В начале ноября Роснедра продлили срок действия лицензии Роснефти на это месторождение до 2182 года. Добыча нефти в регионе началась относительно недавно, в 1984 году. Спробная эксплуатация крупнейшего округа Харьягинска нефтяного месторождения. И на сегодняшний день можно констатировать, что накопленная добыча нефти в округе составила уже 215,5 миллионов тонн. Как видно на слайде, сырьевая база округа характеризуется достаточно низкой степенью выработанности запасов. Так, по нефти она достигла чуть более 20%, по газу – 1%. В распределенном фонде недр находится более 95% разведанных запасов нефти региона и половина запасов свободного газа. На территории округа работают 26 компаний. Они являются держателями 102 лицензий на право пользования недрами. За последние годы недропользователями было выявлено несколько новых нефтяных месторождений. По итогам 2014 года впервые с 2005-го был получен прирост запасов, превышающий объем добычи. Вопросы развития аэропортовой инфраструктуры и автомобильных дорог в арктической зоне России обсудили члены рабочей группы развития транспортной системы Арктической госкомиссии. Участие в мероприятии принял вице-губернатор Ненецкого округа Сергей Сурков. Заседание состоялось в Москве под председательством министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова. На встрече поднимались темы и вопросы, объединяющие все северные регионы, а также конкретные проблемы отдельных субъектов. В ходе заседания рабочей группы заместитель главы НАО по взаимодействию с федеральными органами власти Сергей Сурков поднял вопрос о необходимости реконструкции аэропорта Наринмара и завершения строительства дороги до Осинская. Все предложения, высказанные на совещании, занесены в специальный протокол и будут прорабатываться профильными ведомствами. Окружные депутаты приступили к рассмотрению расходной части бюджета 2016 года. Все расходы парламентарии рассматривают сквозь призму новых экономических условий. Уместился в одной папке. Бюджет Заполярного района внесли на рассмотрение народных избранников. Окружные депутаты приступили к рассмотрению расходной части окружного бюджета 2016 года. На заседании комиссии по экономической политике и бюджету народные избранники рассмотрели расходы главных распорядителей бюджетных средств. Начали с бюджетных ассигнований на содержание Комитета гражданской обороны Ненецкого округа, аппарата администрации, избирательной комиссии, счетной палаты и собрания депутатов. Любовь Пермякова следила за ходом заседания. На заседании депутаты очень тщательно подходят к каждой статье бюджета. Расходы для главных распорядителей бюджетных средств рассматриваются через призму новых экономических условий. Разговор идет достаточно требовательный и серьезный со стороны депутатов. Практически мы рассматриваем каждый департамент на наличие экономии финансовых средств. Наверное, это происходит потому, что бюджет на следующий год у нас является достаточно напряженным. Он, все знают, что он дефицитный. К распорядителям бюджетных средств у парламентариев немало вопросов. Экономия должна быть экономной, убеждены они. Поэтому сумму 212 700 рублей для избирательной комиссии, которую она планировала потратить на приобретение призов, депутаты не согласовывают. Мотивируя тем, что Центр поддержки молодежных инициатив и военно-патриотического воспитания может взять на себя работу с молодыми избирателями. Остальные суммы были учтены в полной мере. Много вопросов было и к аппарату администрации Ненецкого округа. Львиную долю бюджета составляет арендная плата рабочих помещений, которые арендуют для госслужащих. Все-таки мне кажется, что площадь сегодня арендная плата падает, да, и многие стоят в площади. Поэтому, конечно, говорить по 1600 метров квадратные – это кощунь. Михаил Васильев, руководитель аппарата, поясняет, что в этом году запланирована меньшая сумма. Поэтому 1000 рублей, то, что мы сейчас поставили, считаю, это ненормально. Вот больше, конечно, это будет кощун с их стороной. Даже тысячи, учитывая то, что площадь очень большая, то, мне кажется, здесь можно все равно еще даже и 7 миллионов – это большая площадь. После приведенных доводов сумму согласовали в полном объеме. Хотя вопрос, по словам Александра Лутовинова, требует дальнейшего рассмотрения. И здесь надо определиться, какие имеются площади свободные для того, чтобы мы могли их максимально использовать. Если таковых нет, а мы знаем, что это действительно здесь ситуация напряженная, необходимо, наверное, подумать и о том, что суммируют вот эти все арендные платежи и посмотреть, во что они выливаются по году. И тогда уже подумать и о другом. Может быть, выгоднее построить административное здание, либо приобрести его. В ходе заседания парламентарии рассмотрели еще 8 разделов, в том числе бюджетное сигнование на содержание Комитета гражданской обороны Ненинского округа, счетные палаты, собрания депутатов и другие. Каждый из этих разделов тоже проходил строгий постатейный разбор. Рассмотрение бюджета по предмету второго чтения продолжится в понедельник 30 ноября. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». К работе над бюджетом готовятся и депутаты Заполярного района. Районная администрация внесла проект главного финансового документа на рассмотрение народных избранников. Как и в прошлом году, документ уместился в одной папке, а не в трех, как это было до 2014 года. Как сообщили в Управлении финансов районной администрации, проект бюджета подготовлен с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Заполярного района на 2016 год и плановый период до 2018, а также в соответствии с муниципальными программами Заполярного района. Доходы районного бюджета прогнозируются в сумме 935,5 млн. рублей, расходы на 230,5 млн. рублей больше. Именно столько составит дефицит районной казны. На его покрытие будут направлены остатки средств собственных доходов районного бюджета по состоянию на 1 января 2016 года. Согласно документу, доля расходов на реализацию восьми действующих муниципальных программ составит 79,6%. От суммы всех планируемых расходов бюджета. Финансово-экономическую экспертизу будущего бюджета проведет контрольно-счетная палата Заполярного района. В ближайшее время документ начнут детально рассматривать и депутаты районного совета. Публичное обсуждение проекта районного бюджета 2016 года состоится в начале декабря. Ненецкий округ занял второе место во всероссийском конкурсе «Самочитающий регион России». Торжественная церемония награждения прошла в Москве. За ней наблюдала наша съемочная группа. Ненецкий округ занял второе место во всероссийском конкурсе «Самочитающий регион России». Первое место в культурном состязании заняла Ульяновская область, третье – Санкт-Петербург. В конкурсе, организованном Российским книжным союзом, участвовали 83 региона. Победители определялись на основании данных анкет, где учитывались следующие показатели. Инфраструктура книги и чтения, поддержка литературных традиций и пропаганда культуры чтения. Торжественная церемония награждения прошла в Москве. Участие в ней принял глава региона Игорь Кошин. Получая награду, он отметил, что очень гордится жителями округа, ведь в условиях Крайнего Севера люди не только обеспечивают быт, но и активны в культурной жизни. За церемонией награждения наблюдал наш корреспондент Олег Катанзейский. Ему слово. Приз на наш студент получал Игорь Викторович Кошин, губернатор Ненецкого округа. Поступая, он сказал, что это награда, вообще заслуга всех жителей Ненецкого округа. Вообще, что касается награды, то многие даже не поверили, что Ненецкий округ оказался на втором месте. Ну, по сути, все думают, что наш регион очень маленький, и с учтением там стоят не очень хорошие дела. Но ведь мы, по сути, сегодня обошли и Петрахстан, и Санкт-Петербург, и даже саму Москву. Что ж, мы поздравляем наш регион с этой победой. В Москве работает наша съемочная группа, поэтому подробный материал мы покажем сразу после приезда. Высококвалифицированные специалисты – ключевое звено успешного развития нефтегазодобывающей отрасли в суровых условиях Арктики. В Наринмаре региональные власти, ведущие работодатели нефтяной сферы и представители отраслевых вузов страны обсудили развитие роста эффективной системы взаимодействия в подготовке кадров для работы в нефтегазодобывающем секторе. Освоение углеводородного потенциала Ненецкого округа и прилегающего Арктического шельфа, повышение объемов добычи на существующих месторождениях и разработка уже распределенных новых. Перед нашим регионом стоят амбициозные задачи, решить которые могут только высококвалифицированные кадры. Сегодня этому вопросу уделяют все большее внимание. Стране нужны нефтяники, геологи и экологи. Это требование времени. Вот уже на протяжении полувека специалистов, которые могут разрабатывать, разведывать, добывать и транспортировать ресурсы, готовят в Ухтинском государственном техническом университете. Вы не поверите, в нашем университете на сегодняшний день создана такая материально-техническая база, которая его делает действительно уникальным. Мы обладаем на сегодняшний день одним из самых современных оборудований, которое не уступает никаким мировым стандартам. У нас есть уникальный полигон, которого нет в России ни у одного из нефтегазовых вузов. Самое главное, чтобы мы хотели, чтобы все-таки понимали, что мы вуз не на периферии, а наоборот, мы вуз, который находится впереди, ближе всех к Арктике. И поэтому для нас, по большому счету, набрать и реализовать госзаказ, те 1200 бюджетных мест, которые у нас есть, они не проблема. Самая главная задача, по словам представителей Ухтинского вуза, набрать именно тех ребят, которые мотивированы на работу в этой отрасли, и которые понимают, что именно перед ними будет стоять глобальная задача по освоению природного потенциала Арктики. Весь передовой опыт, полученный в вузе, ребята из Ненецкого округа смогут затем применить на своей родной земле. В ближайшее время представители Ухтинского государственного технического университета выйдут с предложением к администрации региона. А предложить есть что? Около 200 бюджетных мест вуз может зарезервировать для ребят из Ненецкого округа уже в следующем году. Ну а для тех, кто еще не определился с выбором будущей профессии, в Наринмаре провели ярмарку учебных мест. Это уже ставшее традиционным мероприятие собрало в детско-энешеском центре лидер школьников с 8 по 11 класса и студентов средних учебных заведений города, которые в дальнейшем планируют продолжить обучение. Наша съемочная группа изучила рынок востребованных специальностей. Кем быть? Ответ на этот вопрос ученик первой школы Валерий Лобода уже нашел. Своё будущее он планирует связать с архитектурой. Но на ярмарке вакансий учебных мест немного растерялся и стал задавать вопрос, а о том ли он мечтает. Придел сюда на ярмарку, увидел столько разных профессий, сразу в голову лезут сомнения, может туда пойти, может сюда. Люди все здесь хорошо объясняют, как стать можно, как выбрать эту профессию, какие плюсы, минусы. Такое ощущение у меня, что я уже на любую профессию, честно, пошел. И действительно, выбор у нынешних учеников большой. На ярмарке представлены как среднеучебные заведения, которые работают на Ринмаре, так и высшие из Ухты, Архангельска, Сыктывкара и Санкт-Петербурга. Одним из самых больших по выбору специальностей стал Сафун. В следующем учебном году там планируют набрать первокурсников по 80 различным специальностям. Это направление подготовки головного вуза в городе Архангельске и также наших филиалов в городе Северодвинске, в городе Коряжма. Кроме того, в состав Сафу входит три колледжа. Это колледж лезотехнический в Архангельске, информационных технологий, также в Архангельске и технический колледж в Северодвинске. Туда ребята могут поступать на базе как 11 классов, так и 9 классов. Будущим выпускникам предлагаются не только гражданские вузы, но и военные высшие учебные заведения. Здесь, в отличие от гражданских, обучающиеся полностью обеспечиваются жильем, денежным довольствием, а выпускаясь, курсанты получают воинское звание. Главное для поступления – отличное здоровье и физическая подготовка. Эти же показатели играют решающую роль при поступлении в учебные заведения Министерства внутренних дел. Основные комплектующие наше учебное заведение – это Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний Новгород. Ну, в зависимости от специальности, в общем-то, мы работаем вплоть до Иркутска. Основные требования, конечно, у нас – это хорошая физическая подготовка, знание гуманитарных предметов. На встречу с будущими специалистами пришли работодатели. Так, например, авиаотряд представил специальности, на которые могут поступить наши выпускники. В свою очередь, предприятие поможет студентам с прохождением практики, а в дальнейшем – и с трудоустройством. Для размышлений и выбора будущей специальности выпускникам осталось совсем немного. Осталось всего два месяца, это декабрь и январь, когда они должны понимать, какие предметы они будут сдавать в форме единого государственного экзамена. Эти предметы станут их будущим, потому что они будут именно тем ключевым моментом для принятия уже решения, кем они в будущем станут. Для тех, кому сложно сделать выбор, на ярмарке работали специалисты по профориентации. Они помогли всем желающим определить сферу будущей деятельности, а представители учебных заведений посоветовали, на какие школьные предметы стоит сделать особый упор, чтобы через несколько месяцев ребята смогли поступить в тот вуз и на ту специальность, на которую задумали. Елена Семичасова, Алена Валеева, Дим Носкин, Телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Посмотреть новости вы также можете и на нашем сайте по адресу www.trksever.ru. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова